Товарищ президент, компания Peeling в рамках развития белорусского космического приборостроения совместно с Интегралом уже более 10 лет успешно разрабатывает критические элементы и изготавливает, без которых это приборостроение, именно космические фотоаппараты были бы невозможны. Вот что из этого ваше? Peeling – это макет космического аппарата и 9 аппаратов, которые уже в космосе летают. Оптика ваша, железо ваша? Оптика наша, железо наше, электроника, конечно, в основном зачастую импортного производства, ввиду высоких технологий требуемых, а также наше программное обеспечение, которое позволяет доводить качество снимков до уже достойного уровня. И что будем делать с импортной электроникой? На самом деле, в силу штучности этих позиций, изготавливать их своими силами, конечно, в Белоруссии… Не целесообразно, я понимаю. Но в силу того, что нам не требуются большие серии, то способы мы, несмотря на то, что сложно, дорого и долго находимся. Мы будем использовать импорт, но спутник дистанционно-зандерной земли будет летать. Да. Но это главное. Как вы думаете, когда Беларусь получила право назвать себя космической державой? Может быть, в марте 2024 года, когда первый в истории суверенной Беларуси космонавт Марина Василевская отправилась в научно-исследовательскую миссию на МКС? Или в июле 2012 года, когда первый белорусский спутник, БКА, был успешно запущен на орбиту? На самом деле, старт космической эры в Беларуси приходится на 50-е годы прошлого века. Именно тогда между Советским Союзом и Соединенными Штатами началась космическая гонка. Белорусские ученые и инженеры участвовали в создании многих технических новинок, без которых космические полеты были бы просто немыслимы. В этом выпуске вы узнаете, как белорусы перевернули представление о космическом приборостроении и научили спутники рассматривать Землю в мельчайших подробностях, что общего между космической отраслью, метеорологией, криминалистикой и обороноспособностью государства. А еще мы расскажем, какие предприятия Александр Лукашенко называет предприятиями завтрашнего дня и что, по словам президента, является лакмусовой бумажкой, способной оценить возможности и способности государства. Чтобы найти ответы на обозначенные вопросы, мы заглянули в гости к ведущему производителю оптико-электронной продукции в Беларуси. Предприятие «Пелинг» хотя и открытое акционерное общество, но по сути закрытый секретный объект. Компания была образована в 1974 году, когда отдел главного конструктора Минского механического завода выделился в самостоятельное предприятие – Центральное конструкторское бюро «Пелинг». Его визитной карточкой стала целевая аппаратура для космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. СК КПСС Совет Министров поручили Белорусского оптико-механического объединения принять участие в работе в создании топографического аппарата космического. По тем временам основными производителями оптических систем были Ленинградское оптико-механическое объединение, Красногорский оптико-механический завод. Они были переоружены работой, поэтому работу поручили белорусам. Вопрос был для нас абсолютно новый, абсолютно сложный. Но, тем не менее, постановления ЦК КПСС Совета Министров, которые задали эту работу, обязывали нас выполнить все вовремя и в срок. Именно в те времена начались активные участия Белоруссии в создании космических аппаратов. За прошедшие 50 лет, а учитывая, что отдел главного конструктора появился на Минском механическом заводе в далеком 1956 году, то за 6,5 десятилетий коллектив предприятия сконструировал, испытал и внедрил в серийное производство такое количество изделий, что на простое перечисление их наименований ушел бы не один выпуск нашего проекта. Многие разработки на момент их создания не имели аналогов не только в СССР, но и во всем мире. А по ряду направлений специалистам предприятия пришлось выступать в роли первопроходцев. Одно дело фотографировать поверхность Земли и получать фотоснимок. Другое дело делать измерительный фотоснимок, то есть фотоснимок, у которого нет ошибок, с тем, чтобы можно было составить карту. Потому что, ну, сами представляете, если на пленке есть какое-нибудь искажение там в микронах, то на карте это будет выражаться в километрах. Поэтому это была очень сложная техническая работа в части получения высокой точности. Значит, мы выполнили требования технического задания, и все характеристики получились. Но какой бы новаторской ни была конструкторская мысль на предприятии, как бы белорусские ученые не старались опередить время, им не удалось избежать участи, которая обрушилась на всю страну с развалом Советского Союза и разрывом экономических связей с другими постсоветскими республиками. Почва буквально уходила из-под ног, и специалистам предприятия приходилось браться практически за любую работу. Только сплоченность и трудолюбие, верность своему призванию, помогли коллективу пеленга выставить в труднейшие 90-е, сохранить производственный потенциал и заложить крепкий фундамент для поступательного развития. Сейчас мы находимся на сборочном участке космической аппаратуры, в котором осуществляется юстировка, фокусировка, сборка, настройка именно уже самих крупногабаритных телескопов, которые полетят в космос. Вот конечный продукт, результат нашего труда – это вот такие камеры, которые сегодня летают в космосе, а это их прототипы или макеты. С разрешением лучше одного метра, вот эти телескопы, их братья-близнецы, были запущены в составе спутников в 19-м и 22-м годах. Со временем Пеллинг стал лидером в производстве оптико-электронного оборудования для космической отрасли и военно-промышленного комплекса на постсоветском пространстве. Белорусскими технологиями активно интересовался Китай, а российские партнеры и вовсе пытались выкупить государственную долю в уставном капитале предприятия. Но Александр Лукашенко всегда подчеркивал – предприятие должно работать на белорусскую экономику и национальные интересы страны, на ее защиту и безопасность, как в мирных целях, так и в стратегических. Предложения доходили до уровня Совета министров и так далее, там подобное, но окончательное решение принял президент. Он сказал, что Пеллингу надо развиваться в своей стране. И вопрос о передаче акций или продаже акций больше не поднимался после решения президента. Сегодня Пеллинг специализируется на разработке и выпуске космической топографической съемочной аппаратуры и фотограмметрической техники, приборов для траекторных измерений. Акционерное общество отработало принципиально новые конструкторско-технологические подходы, позволяющие создавать целевую аппаратуру дистанционного зондирования Земли высокого разрешения, а также создало уникальное технологическое оборудование для реализации этих подходов. Почему я приехал? Чтобы убедиться в том, что наша белорусская нация может делать все, что делают в мире. Если руководитель шевелится, надо отдать ему должное, то и к нему претензий быть не может. Мой интерес был в одном. Страна только тогда может считаться безопасной и иметь перспективы для существования, а нам же и развития надо, в том числе и для развития, если она будет заниматься технологиями завтрашнего дня. И таких направлений у нас достаточно прорывных, в том числе и в обороноспособности. Главное не остановиться. Надо идти вперед. Еще в 2003 году президент Беларуси поставил ученым и конструкторам задачу создать свой собственный спутник дистанционного зондирования Земли. Первый аппарат БЛК был запущен с космодрома Байконур в 2006 году. Но все закончилось плачевно. Ракета-носитель потерпела аварию, и почти два десятка спутников на ее борту погибли. На стартовой площадке тогда присутствовал и Александр Лукашенко. Все ожидали его поручений, гадали, что же будет дальше. Глава государства принял очень мудрое и мужественное решение – повторить попытку еще раз и создать аппаратуру более высокого класса. Что и было сделано. Многие обсуждают, что вот зачем нам, так сказать, заниматься космосом, это, наверное, только тратить деньги и все остальное. Нет, это не тратить деньги. Это в том числе экономически оправданный проект. Потому что на этом деле, как я говорю, мы уже заработали больше 200 миллионов долларов. Продукции столько выпущено. И перспективы, которые на сегодняшний день существуют, они говорят о том, что такие же темпы будут продолжаться дальше. Благодаря белорусским разработкам вес нового спутника удалось снизить до 400 килограммов. В то время как образцы партнеров с аналогичным набором функций весили около 6,5 тонн. Со временем была усовершенствована и оптика. Теперь она позволяет космическим аппаратам с высоты в 500-600 километров делать снимки Земли с разрешением менее 1 квадратного метра. В ближайшие годы фотографии с орбиты должны стать еще более информативными, с разрешением менее полуметра. В настоящее время мы разрабатываем конструкторскую документацию для нового российско-белорусского космического аппарата, разрешение которого будет 35 сантиметров. Второе направление, которое мы считаем бизнес-направлением перспективным, это создание простой, технологичной и дешевой аппаратуры. Что это значит? Это значит, что она быстро, легко, за короткое время изготавливается, испытывается и поставляется заказчику. Она должна быть технологичной и простой, для того, чтобы на базе вот такой простой аппаратуры можно было строить большие многоспутниковые окруппировки. Это от 10 до 100 космических аппаратов в одной. Предприятие также освоило выпуск широкой линейки метеорологического оборудования для гидрометеорологических сетевых станций и постов, метеорологических служб аэропортов. Кроме того, компания специализируется на разработке и производстве охранных систем границ и различных объектов, средств обеспечения оперативно-розыскной деятельности и криминалистической техники. Дорогостоящая вещь, но одно из приоритетов у нас – это развитие космоса, потому что это высокие технологии. Мы в Беларуси стараемся высокие технологии развивать по всем направлениям, поэтому ставка на развитие IT-технологий, высоких технологий в Беларуси – приоритет номер один. Поскольку мы не избалованы природными ресурсами, поэтому Беларусь всегда зарабатывала за счет мозговых рук людей, за счет компетенций, квалификаций наших людей. Космос – это лакмусовая бумажка для того, чтобы оценить возможности и способности того или иного государства, даже народа. С декабря 1974 года, когда Пеллинг стал самостоятельным предприятием, прошло пять десятилетий. За это время мир кардинально изменился. Распался Советский Союз, занимавший шестую часть земного шара, появилась Суверенная Республика Беларусь, были полностью реорганизованы экономические отношения и производственно-кооперационные связи в нашей стране, созданы современные технологии и материалы. Не изменилось лишь направление деятельности предприятия и готовность его коллектива брать любые и во всех смыслах этого слова – космические высоты. А больше и не надо. Это был проект «По факту» – решение первого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.